пока записывается так сегодня у нас его загрузках вот такой диванчик надо нам сделать каким-нибудь понятным способом до детализировать вот эти вот как бы там шовчики нам прям не надо да вот строчку именно но а вот этот подвернутый материал чеки нужно вот то есть поехали да мы картинку себе поставим на background так включим вам кнопочки то есть background image добавляем и поставим на вид фронт открываем ищем так потом как бы размеры дивана где-то я его брал на сайте короче вот здесь 232 2 метра 32 сантиметра если мы во первых да что мы мы должны включить единицы измерения метрические вот и теперь мы видим что одна клеточка равняется одному метру у нас да соответственно вот этот кубик 2 метра и диван 232 нужно его немного уменьшить поэтому вот этот ползунок на background до настройках и миджес подвигаем итак поставим приблизительно чтоб диван наш стал 230 вот ну где-то в общем то он уже почти стал 230 вот дальше начнем все это дело делать его переложим диван на передний план у нас там подушечки будут но мы вот эту часть делаем и тут как вы уже понимаете все у нас сглаженное такое да то есть мы тут моделируем уже не так как мы модели роли батареи а используем subdivision серфейс вот то есть подразделение поверхности теперь зашли в режиме редактирования плюс не так где-то тут не просим вот и также вообще как глубина дивана там 95 сантиметров всего вот то есть подушка если будет там задняя вы видели вот тут что там есть до раскладная вот она подушечка будем предполагать что она где-то там сантиметров 15 значит диван должен получиться вот эта нижняя подушка где-то 80 правильно чтоб еще это было лучше видно нам мы жди свой галочку лэнкс поставили и с нажали y до 80 где-то сантиметров уменьшим вот затем 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 мы не смотрите можем да да взять и выбрать модификатор вот sub-division да например на две части подразделить его видите что у нас получается вернее это не на 2 и такое количество да не то что подразделение а сколько раз каждый вот это вот действие одно подразделение делит один полигон на 4 части то есть два будет еще раз поделить все полигоны на 4 части видите один был полигон он сгладился и поделился на 4 добавляю еще подразделение каждый чтобы полигона 5 сделался еще на 4 и так далее будет происходить у нас вот в общем чтобы вот такого не происходило заходим режим редактирования вот мы видим до действия модификатор если вы будете добавлять например control r и делать лупы то как бы вы можете управлять остротой этого закругления вот а также можно взять нажать shift е к примеру это вот мин крис да или покрутить это выделить нужные грани и мы можем задать им остроту вот видите задается так ну тут сейчас мы не будем этого делать я его уберу мы просто добавим нужные нам грани и их можно добавить чтобы с двух сторон были равномерно распределены control r добавил 2 применил теперь с по оси X да немного раздвину вот просто вот так мы смотрим насколько он там раздвигается видим еще что нам чуть-чуть надо выделим все с по оси z чуть выше сделали да то есть тут нормально опять control r добавим 2 разреза также тут с масштабируем по оси z вот и меняем этот угол закругления ну и останется с этой стороны сделать control r также с по оси y вот допустим нижняя часть наш нас устраивает да мы также если включим shading smooth будет все у нас хорошо сглажены да и в принципе что-то похоже теперь идем к подушке так вот тут я пиво от выровняю по центру так еще до нужно поглядывать как бы на этот диванчик что у нас там с ним какая-то такая подушка она там падает то есть вот так подушка похоже на эту подушку тут вроде этот непонятно это выдвинется задние подушки сделаны как вот это наверное в общем неважно да не знаю как она там сделано я беру вот этот пиво от поставлю по центру объекта вот теперь скопирую проверку р-90 я тебя выгоню в этот раз у вас время там происходит наверно вас рассадить надо да так сюда куда-то передвинем до задняя часть дальше подушки подушки так задняя часть что это надо нужно ее будет плюс на чуть-чуть мы потом еще под регулируем это дело так начинаем нам нужно будет сделать вот эти были цели подушечки да начнем наверно с подушек вот вот этот вот объект вот в принципе ну или как-то сейчас попытаемся так добавляю опять добавляю в общем куб сдвигаем его на центр этой подушки заходим в режиме тректирования и масштабируем так есть где-то так подушка все также у нас будет с модификатором работать да то есть мы модификатор для него есть горячие клавиши еще control 1 2 3 4 5 это количество подразделений можно будет переключать вот смотрите да нажимаю control 1 видите появился модификатор с подразделением 1 control 2 control 3 4 5 вот и подразделяется наш объект так например опять горячая клавиша чтоб вот это еще дамин крис регулировать shift не например да вот так вот как-то ему форму зададим видите мы немного его скруглили теперь возьмем применим модификатор вот теперь она какая-то такая у нас да нет надо было еще подразделить так давайте это отменим я уберу также да подразделяет добавляют эти вот грани по две на сторону с x 1 вот и тут тоже две добавим это что такое какая-то мышь такая у меня вот и тут тоже две добавим китайская так ну сделали и сейчас мы как бы немножко от количества подразделений вот сделаю тут один наверное одно для начала потом еще по добавляю да и зачем же я это сделаю можно кстати наверно 22 подразделения да и применим этот модификатор видите теперь у меня сетка тут получилось намного плотнее на этом объекте да так подушки у нас конечно там немножко вниз так опущены но мы их немного потом подогнем так так теперь заходим в режиме редактирования нужно по выделять нам сделать как бы швы мы выделяем вот так вот грани можно нажать слэш до чтобы нам никто больше не мешал вот я шифт и альт удерживаю да и выделяю в принципе заднюю часть например она у нас бы была не видно могли бы и не делать мы будем делать все так z нажали посмотрели да все по контуру везде выделили теперь нажимаем control b и расширяем выделение так сделаем как-то так сейчас попробуем также да под приближаем что-то у нас дырки какие-то возьмем вот теперь нажмем клавишу ай а и сделаем дополнительные грани главное чтобы ничего не вывернули так сделал так теперь нажимаем е и без масштабирую все это дело чуть-чуть вовнутрь смасштабирую теперь опять нажимаю ай и тоже создам дополнительные грани и дело очень там маленький разочек буквально чтобы они отлипли так и опять да взял и от экструдировал делаем как то так и теперь если вы примените опять модификатор да сабдивижн видите что у вас происходит так да и вот получилось получились такие как бы наши шовчики поняли вот и достаточного подразделения 1 без подразделений то есть без модификатора это выглядит так вот можно было еще добавлять грани но нам этого будет достаточно так и вы как бы вот смотрите у нас одна подушечка уже там 9000 полигонов то есть их нужно бы считать да полигоны и не делать слишком много а вот тут в принципе у нас например вы вот тут например да если хотите сделать это дело все выражение можете выделить эти грани и добавить еще тут сглаживания да вот и будет она на кропить сглаживание еще лучше видно но короче не делаем этого ничего нам всего этого достаточно когда надо мы там диванчик наш сгладим применить него модификаторы будет все отлично вот подушки у вас подушечки эти там помятые помятые вот эти все помятости вы сможете поделать как бы кисточками вы перейдете в режим скульпт мод так перед тем как перейти скульпт мод вы всегда копируете ваши объекты то что ты вы скопируете в общем ничего такого у вас не произойдет но вы всегда сможете вернуться и также сохраняйтесь сохраняйтесь почаще и делайте разные еще версии на разных этапах доход с применением модификаторов у вас есть тут сейф и вы так вот сохраняете а потом вы хотите сделать версию нажимаете сайфас и вот тут плюсик добавили например и диван да и сохранили и тут уже применяете модификаторы все и вы всегда знаете что вы сможете откатиться на какую-то другую версию вот а тут уже да вот например мы возьмем и попробуем что там можно скульпт моде тут поделать то есть видите всякие там помятости нашему дивану можно будет придать вы можете взять кисточку типа это игра f клавишка когда нажимаете вы размер кисти регулируете и вот так ее там погнете сейчас у меня включена видите симметрия с двух сторон все происходит если вам этого не нужно переходите на вкладку симметрии и тут ее отключили вот и немножко тут погнем вот тут можно также до взять кисточку взять например эту кисточку если вы будете нажимать shift f вы будете регулировать вот этот параметр на силу о и можно поставить силу небольшую из шею просто когда будете проводить кисточкой да она будет видите подымать ваш мэш если control будете запускать зажимать она его будет углубление да то есть вырисовывать видите тут например по проводили вот и сделали такую подушку ради там особо видно не будет поэтому я тут еще пару раз там проведу где-то так же там чередуете разные кисточки так поняли да есть появилась у нас подушка вот в общем-то нормальная подушка этот эту подушку возьмем перенесем а с этой мы подушки сделаем верхнюю подушку да пока что переезжаем на диван сразу эту подушку сделаем rx 90 повернем с плюс не по оси z и на подгоним я там должна лежать так а эту поставим на место есть есть я зайду в режим редактирования то все сделаешь и д по оси x сделаю и 2 так видит до 2 подушечки все хорошо теперь начинаем это дело в принципе мы уже тоже до смастерили эту подушку так также там посматривать я вам эти рисуночки приложу вот эти подушки они у нас еще под наклончиком будут долежать и этих подушки немножко кстати отличаются в принципе от тех да то есть тут можно было только по по контуру сделать такой выступ вот ну например вот эту подушку вообще смотрите давайте вот эту оставим вот эту подушечку что мы ее может удалим удалим а вот да я то есть беру мне нужно будет по выделять в этой подушке я сделал вот этот вот этот лук как бы выделю сделаем контрол b и также секструдирую их я нажимаю с и нажму shift y чтобы постили ничего не происходило вот перейду вид сбоку и чуть-чуть по оси x вот опять же да если мы будем применять сглаживание вот у нас тоже появятся тут шовчики вот в принципе можно было тут не такой сильный переход сделать да поэтому зайдем вот сюда в режиме редактирования я возьму выделю процент 2 раз лук центральный второй нажму контрол плюс вот сюда подъеду нажимаем с по оси y немножко шкала такс плюс ну и нажимаем с шрифт и игрек и немного расширю а также проконтролирует это с их тут немножко опять назад верну то есть но теперь как там на подушке чуть-чуть на чемодан конечно похоже ничего вот дальше можно попытаться например эту подушку надуть вы можете взять сюда форс филы и например не знаю что у нас получится возможно все будет очень сильно купить сейчас его направляем в центр подушки ставим потом перейдем силу поставим там штук 50 вот подушку перейдем скажем что подушка будет у нас материалом и отключим у подушки гравитацию чтобы она не падала и попробуем нажать play как-то не этого я хотел в принципе она раздувается да вот там не хотел чтобы так надувалась вот 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 то есть пока что сброшу отменю и попробую еще тут есть класс кэш его тоже там минусик нажмем сбросим место силы удалим ее и добавим попробуем еще примеру турбулентность также поместим внутрь нашего объекта и турбулентности а не знаю тут силу опять пятерочку поставим и попробуем опять анимацию запустить так что ничего вообще не происходит ну как-то турбулентность вот должно что-то как-то было влиять так выберем ткань и попробуем тут еще нажать бейк что у нас запекаются фреймы так запекать ну как-то действует видите действует это турбулентность немного она нам поняла да вот подушку ну возможно этого и хватит выбирайте да вот у вас на таймлайне вы можете попробовать можно было и силу запхнуть и турбулентность и тогда бы было возможно немножко получше ну в общем и так у нас пойдет дальше у нас тут будет что будет надо опять также кисточками поделать полосочки вот что такое так ну то есть у нас где-то тут будут какие-то пуговички да можно эту пуговичку создать от взять к примеру эту экосферу передвинуть на место где должно быть пуговичку так перейдем сверху уменьшим и сплю с ними ее с по оси Y и где-то предположительно на место вот к нему вот видим великовато она также будет сглаживаться наша пуговица сюда и шерд по оси X перенесем ее сюда теперь возьмем эту подушку и опять попробуем там такими-то кисточками кстати вот сейчас например да в некоторых видах вам мешает картинка у картинки тут есть глазик нажали спрятали ее вот возможно пуговички да там меньше потому что перспективный вид нам нужно их немного тут раздвинуть и сюда перенесем где-то так я думаю вот и выбираем подушку и опять выбираем скульпт молот и тут какие-то кисточки опять можно попробовать вот эту да что она нам тут будет делать особо ничего не делает попробуем зайдем в кривые поставим вот такую наверное нажатие а все я понял вы когда вот это применяли еще ой вернее то есть анимировали ткань да не забудьте аль си нажать и конвертировать вашу анимацию в мэш вот и после этого уже переходим в скульп мод о теперь видите заработал и тут можно какие-то помятинки делать поделать да опять же чтобы сделать помятинки их лучше по запекать в карту нормально потому что вот сейчас нам такой детализации недостаточно чтобы сделать эти помятинки да то есть у нас сетка видите какая не такая уж плотная чтобы тут что-то по нарисовывать и можно в общем там поступить несколькими способами в центре и сделать где мы будем рисовать сделать сетку немного плотнее да вот тут хотелось бы ее сделать плотнее возьмем выделим вот эти полигоны так как-то поровнее выделим и нажмем W и пособдевайдим возможно так неправильно но есть несколько способов да и опять вот я сейчас пособдевайдил а может что-то не получится и назад навряд ли вы потом отмените да поэтому взяли эту подушечку скопировали и пусть она там покоится а над этой дальше мы там работаем да зашли W ну пару раз теперь детализация будет тут выше у нашей подушки вот теперь заходим скульпмод да теперь уже кисточка сделаем слегка чтоб надавливалась и подделаем такие мятинки видите появляется сейчас чуть больше сделаем так 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 как бы один из способов сейчас еще покажу да другой способ это использование там модификатора мультирезолюшин вы его там если что применить его в любой момент можно убрать и после того как за петли вы сейчас не понимаете наверно да о чем я что такое запечь и что такое карта нормалей вот ну ничего страшного да то есть это первый вариант сделали да вот а теперь я еще раз скопирую и второй вариант второй вариант это вы используете вот он мультирезолюшин также да там раз обдевает два обдевает к примеру видите у вас уже сколько полигончиков добавлено вот и вы все так же самое берете в скульпмоде кисточками все это портите да делаете эти разводики и детализацию можете сделать еще выше но всегда следите за количеством ваших полигонов что спрашивает ну чё ты такой там счастливый то есть можно сделать было и так добавить в любой момент запечь потом по итогу модификатор удалить использовать уже развертки так ну я такое что-то сделал до нашего дивана вполне сойдет вот тут чуть-чуть видите пошло это можно разгладить шифт когда удерживаете в скульпмоде вы разглаживаете мы ее сейчас сунем куда надо так все будем считать что с подушкой закончили вот эту подушку я также перенесу пока что на другой какой-то слой вот так заготовка дивана есть теперь я возьму вот эту подушку не приспособим пуговички убираю подразделение да я выделяю выделяю раз пуговичку вторую и последним объект которому хочу их присоединить control j нажал присоединил дальше 6d по оси x вот тоже ее сюда передвинули эти две подушечки там вроде был под каким-то уклончиком есть теперь нам осталось вот тут ручку сделать ручку и ножки да теперь опять шифт и добавляем все у нас с кубов делаю так захожу в режим редактирования уменьшаю вот допустим что то вот дальше видели какая туда ручка еще перила это закругленное какое-то то есть это нужно тоже сделать опять же оно будет у нас сглаживаться мы добавим вот здесь подразделение и тут эту точечку сюда перенесем вот control 3 нажмем видим да как что происходит тут у нас по этой оси будет сглаживание поменьше 2 потом вот контролы добавим тут вот и по другой он открывал уже этих картинок Так, сюда, ну там смотрим, что-то с ним такое, выделим вот эти еще грани и немного сдвинем, вот, а эти и двинем. Так же Ctrl-R и добавляете, сюда добавим, вот, сверху Ctrl-R, тоже подразделение и нам нужно сделать вот тут поворот такой, да, сюда оно закругляется, мы выделим вот эти фрейсы. Возьмем и сюда курсор поставим, левой кнопкой клацаем и нажму Alt-R и видите, у нас получилось вот такое закругление, вот, ну я вот где-то там его еще передвину и, да, уже передвину, давайте еще раз отменю, еще раз Alt-R. Да, количество шагов вы можете регулировать, нам в принципе так много не надо, вот, вот этого должно хватить. Есть, вот здесь также перешли в режим Wireframe, выделили вершины и немножко там точечки посмещали, куда надо. Перила, перила, да, оно должно что-то там, думаю, совпадать с этим перилом. Вот, где-то так. Теперь у нас есть там какие-то элементы, сколько тут subdivide'ов, сделаем 2 и применим Apply. Тут у нас нету никаких subdivide'ов, тут тоже ничего нету. Да, я беру это все соединяю. Вот здесь я сделаю 2 подразделения, и нам тут также нужно зайти и швы сделать. Нажимаю Apply, выделяю и выделяю нужные грани. Так, где мы пройдемся, пошлем тут, тут. Так же, да, там слэш нажали и решили. А наверху это у нас вот один материальчик, остальное, короче, нас не будет интересовать. Все, нормально. Заходим, опять, что мы нажимаем? Применяем вообще, B-Wall, да, фаску опять, Ctrl-B, потащили. Вот. Можно ее, к примеру, применить и чуть по-другому. Смотрите, сделать Ctrl-B, потянули, покрутили, сделали такую небольшую. И один раз колесико покрутили, чтобы получилось там подразделение. Я уже, как видно, покрутил его 2. Это у меня супер-мышь такая новая, что я не могу сделать один щелчок. А, не, сделал, все нормально. Нажимаю Ctrl-Minus, видите, вы просто, как, ребра, в общем, выделил. Нажал S и немного вовнутрь смасштабировал. И опять же, теперь при применении, да, модификатора Subdivision у нас будет нормальное сглаживание и будет похоже на швы, правильно? Вот. И вообще такой быстрый способ. Вот. Теперь опять показывает вам наш, наше все. Немножко сюда придвинем его. Так. Тут у нас Subdivision 1. Вот. Я эти Subdivision как бы убираю. И, во-первых, еще нам, что нужно, вот этот элемент, да, правильно. Ctrl-M, в общем, нажали, как отзеркалить, вы помните, да? Вот. И теперь я выделяю все эти объекты с Shift-ом. Вот. И последний, там, нижний объект, нажимаю Ctrl-J. Если вот такие там нормали где-то вывернулись. Так, кстати, отключаем там показ наших длин. Вот. Выделяем все. Ctrl-M нажали, все, нормали стали у нас на место. Не хватает нашему диванчику только, по-моему, ножик, да? Ножки мы тоже не будем делать, как на картинке. Для нашей хрущевки, которую мы моделируем, да, у нас все пойдет. У нас же там квартира бабушки, правильно? Так. Заходим, нажимаем S-Shift-Z, да, чтобы по оси Z не редактировать. Вот. У нас также мы, как бы, присоединим эти ножки к дивану, к ним тоже будет применяться еще в итоге модификатор Subdivision. Поэтому, и вы понимаете, если мы сейчас их за Subdivide, да, вот я применил. Видите, какой ужас получается. Вот. Этот же ужас получается из-за того, что у нас, вот, как бы, нету крышек тут. Выделяем их, нажимаем E, то есть Extrude, и сразу S масштабируем. Сделаем так, сделаем одно подразделение вот тут. Вот. Вот так. То же самое делаем снизу, Ctrl-R, сюда. И выделяем вот этот лук, и сюда. Теперь нажму Ctrl-Plus, сделаю S, немного смасштабирую. Так. Нет, немного смасштабировал, хотелось уж немного. Так, перейду в вид сверху. И вот ножку, ножку, да, сначала я ее спозиционирую, где она должна стоять. Допустим, где-то тут. Вот, зайду опять в режим редактирования, еще эту ножку вот так под 45 вытяну. О. Вот. Нормально, с ножкой все. Теперь, да, эти ножки, я беру эту ножку, отражу по оси X, Shift-D, скопировал, Ctrl-M, X. Вот. Перетащил ее. Ага, что-то с ней пошло не так. Что она сюда сместилась? Еще раз, Shift-D, Ctrl-M, X. О, начально ее сдвинуем. И сюда переносим. Так, и выделяем их две, я их сразу Ctrl-J объединю, и точно так же Shift-D, только теперь зеркалим по оси Y. И так же сдвигаем. Вот, и вот эти, теперь выделяем, Shift-D, то есть Ctrl-J, нажали, да? Или это Join, Join у нас, вот она, кнопочка, помню. Вот, вроде бы сделали что-то есть. Опять, если видим такую некрасивость, Ctrl-M и Ctrl-N, и вывернули нормали. И опять все это дело присоединили к дивану. Вот. Да, были подушки, и это те, которые я забыл кинуть на другой слой. Это я нечаянно нажал, как его, клавишу Y, или тильду, да? Тогда показываются все слои. Вот, ну, теперь нам нужно эту квартиру, ой, квартиру, фу, диванчик, его вообще нужно отрендерить в квартире. Ну, вы можете этот диванчик, да, потому что тут нужно, как бы, потрудиться, вы отрендерите его просто так, да? Опять вам напоминаю, рендер. Мне нужны ваши картинки. Вот, вы делаете пол обязательно, он не должен у вас летать, ваш диван. Лампочек, парочку делаете этих лампочек, да? Вот, первая лампочка, не нужно нам солнца. Первая лампочка, идете, G-point пусть остается. Вы будете уже использовать Cycles Render. Нажимаете тут Use Note, делаете ее где-то там 500. Делаете свет желтоватый, да? Размер 1 метр, вот. Это, как бы, основной наш источник света. А еще ее копируйте, типа синевую создадим, такой небесный свод. Вот сюда, размытие тут будет где-то 2, вот, голубенькое, и сделаем где-то 300. Вот, также у вас 0 вид из камеры, да? Камеру вы можете блокировать, вот, настраиваете рендер. Сюда так вставляем. Кстати, да, чтобы не было там ничего видно вот этой пустоты, вы выделяете вот этот плейн, заходите в режим редактирования, выделите задний, вот этот. Заднее ребро, E, B, C, Z, вот. Выделите это ребро, Ctrl, B, покрутите так, и добавите сколько-то там граней. Выйдите и нажмете Smooth, вот. Теперь у нас все глажено, сглажено 0. Теперь, там, настроечки какие-то минимальные. Вот сюда придем, амбентом поставим, ну, может, 0.1. В зависимости вообще от яркости будете это регулировать. Дистанцию 1. Что еще? Зайдете, поставите denoising, зайдете, вам 200 сэмплов вот тут с головой хватит, чтобы получить чистый рендер. Так, и, не знаю, давайте проверим, что ли. Да, также вы сможете просматривать, у вас есть этот режим rendered, вот. То есть свет, все, как бы, у нас хорошо, да, если вам все нравится. Кстати, заднюю стенку можно сделать такую сероватую, чтобы, как бы, наш диван более выразить, что ли. Вот. Да, мы ничего, пока нам текстуры, мы до текстур дойдем. Пока что у нас так. Так, и, кстати, что-то мне тут не понравилось. Что это такое? А, мы же еще забыли, к нему мы применим еще модификатор, subdivision, и там, ой, не к тому. Кстати, control 1. Вот, я думаю, что что-то там не то. Как-то наши швы немного потянулись, да. От этих. Ну, нормально. Так, и вот теперь вы нажимаете F12. Там ждете сколько-то. А, я еще, да, забыл пуговички притулить. Ну, вы поняли, что надо сделать и как-то делать. Да. Вот, там также можете еще кисточками в скульпте поиграться, сделать вот такой понятенький, вот, несимметричненький. А потом будет еще следующий урок, да, мы с вами подделаем багеты, торшеры, столик. Видите, вот эту литмину и плинтуса, да. То есть, это подделаем, ну, чем-то, как бы, картинки какие-то, ковер, ковер надо втулить у бабушкина квартира без коврара, ковер, да. Ковер делается просто, просто, я вам покажу, как его сделать. Соленый. А, можно соленый. Кстати, найдите текстуры любые, вот древние, можете свой ковер, у бабушки есть? Конечно. Ковер с алюмией, сфотики любые, вот. А, руси медведи, да. Так, сейчас, ну, вы, вы сейчас будете начинать, я видео пока сконвертирую и выложу его на ютуб, на, уже на гугл-диске. Места нет, да, буду выложивать на ютуб, лайкайте, там, не было. Да, реклама. Так, все, я его отключаю. А, ну, все, канал знали?